Есть такая русская пословица, ради красного словца не пожалеет ни мать ни отца. Прозвучала очередная интересная история, как патчерица пошутила и отчим уехал в колонию на два с половиной года. Пусть присяжные решат, виновен он или нет. Нет! Пусть выносят приговор. А виновен он или нет, мы разберемся потом. ЖЖ развернулась в некоторой дискуссии и есть сомнения, что дело обстоит именно так, как оно описано. Но самое главное, как кажется, здесь не то, что история была или не была на самом деле, а то, что она выглядит очень правдоподобной. Человек усыновил четверых детей, и это была не РСП, а вроде как вдова. Казалось бы, другой случай, другие риски, однако выясняется, что риски все равно огромные. Причем если пофантазировать, предположим, это была бы его родная дочь. Могло ли то же самое произойти? Да легко. А могло бы это произойти, чтобы дочь вообще ничего не рассказывала, а рассказала подружка дочери? Да легко. Вся история складывалась бы точно так же. Врач проверил бы, девственница или нет. Нет. Все. Дальше по тому же маршруту. Мужчины, которые связываются с чужими детьми из реального желания сделать что-то хорошее в этом мире, они не понимают, на какой риск идут, вступая в такие ситуации. В западных университетах профессора спасаются оставаться наедине с закрытыми дверями, со студентками. Как минимум, они оставляют открытые двери в коридор, где ходят люди. А в идеале они для этого заводят помощниц женского пола, которые сидят и никакой роли не выполняют. Они являются, в общем, просто свидетелями. То есть, чтобы к профессору могла зайти студентка, он с ней мог поговорить и потом не оказаться обвиненным в сексуальных демократистах. А эта история в чем-то про интересное устройство нашего правоохранительного аппарата, да. В чем-то про интересное взаимоотношение с законодательством, да. Но если брать глубже, то это история о власти. У ребенка в данной ситуации было столько власти, что это ему самому повредило, в конечном счете. Главное, героиня, как написано, пыталась покончить с собой. Если бы в глазах общества в такой ситуации существовал какой-то предохранительный клапан, который позволял бы трезво смотреть на события, не спешить с оценками, не выносить рефлекторных решений. Но реакция общества и правоохранителей сравнима с коленным рефлексом. То, что американцы называют «ни-джерк». Вина доказана. Увы, и это правда. Мужчины, которые отваживаются иметь дело с детьми из самых лучших побуждений, будь то педагогика, воспитание, усыновление, да любая работа, идут на очень серьезный риск. И часто этого риска не осознают, масштабы этого риска. Даже если отбросить все психологические проблемы, которые есть в семьях с усыновленными, то есть внутренние риски, риски есть еще и внешние. То есть косые взгляды обеспечены, и они никогда никуда не денутся. Даже если не говорят в лицо, вполне возможно, что шукуются за спиной, как только дочери достигают пубертатного возраста. Глобальная проблема, конечно, в распределении власти и на ком находится корона жертвы. Все сомнения с мужчинами трактуются против мужчин. Все сомнения с женщинами трактуются в пользу женщин. Кто-то, может быть, думает, что это нормальная система и лучше перестраховаться в таких вопросах. Но на самом деле получается, что буквально в смысле выплескиваем ребенка с водой. И у такой политики обязательно будут последствия. И более того, я лично думаю, что те, кто такую политику ведут, они умышленно ведут ее именно таким образом. Они хотят добиться какого-то глобального эффекта. И скорее всего этот эффект состоит именно в том, что пропасть между детьми и мужчинами должна еще увеличиться. Такой у них стоит план. То есть мужчина должен буквально бояться подходить к детям и к чужим, и к своим. А дети должны бояться подходить к мужчинам и к чужим, и к своим. Тут самый сложный вопрос – это в какой момент мальчик из ребенка вдруг становится мужчиной. До какого-то порога он должен опасаться как жертва, а с какого-то порога он должен опасаться как потенциально подверженное обвинению. Интересно, где этот порог проходит? А возможно он даже может находиться в обоих зонах одновременно. Массовый обыватель слишком тупой, чтобы понимать такие долгосрочные последствия, вот такие политики. Ну, пусть не удивляются тому, что будет в результате. Думаю, довольно глупо сначала называть комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей, а потом удивляться, что мужчины как-то не очень участвуют в этой системе и вообще из нее выпадают. Но опять же, те, кто назвал комитет таким образом, они, я думаю, хорошо понимают, что делают и в чем задача состоит на самом деле. А мужчинам пора задумываться, уметь оценивать риски. Говорено-переговорено много раз, что не надо иметь дело с РСП, но вот на этом риски не исчерпываются. Помните притчу индейца из «Перерожденных убийц»? Я ее помню почти наизусть. Однажды женщина собирала хворост в лесу и нашла змею, замерзшую в снегу. Она взяла змею домой и отогрела ее. Однажды змея укусила женщину. Умирая, женщина спросила, зачем ты это сделала со мной? Змея ответила, слушай, сука, ты же знала, что я змея. Есть другая вариация этой притчи про лягушку и скорпиона. Есть много причин, почему не стоит работать педагогом, почему не стоит вести кружки и секции. По большому счету, хорошим правилом является просто никогда не оставаться наедине в одной комнате. То есть нужно брать пример с американских профессоров. Либо у вас открыта дверь в коридор, где ходят люди, либо у вас присутствуют следители женского пола. Это важно, потому что следители мужского пола не проканают в случае чего. Либо у вас должно быть железное алиби. Такое, как запись на видеокамеру, что вы находились в это время где-то в другом месте. Еще немного и видеопротоколирование в собственной квартире будет необходимостью. То есть нужно будет доказывать, что ты в это время был дома. И возможно видеокамера будет единственный способ доказать, что это так. Конечно, есть камеры на подъездах, камеры на улице. Это, конечно, некая крайность, но это правда. В наше время риск начинается с того, что у тебя рождается девочка. Родилась девочка, ты в группе риска. Мальчик тоже железно не избавляет от группы риска. Но все-таки риск между мальчиком и девочкой очень сильно различается. Вот такие у нас промежуточные результаты работы по развитию семьи, женщин и детей. Верной дорогой идете, товарищи. Еще у родных дочерей и вообще родных детей есть какой-то стопор к тому, чтобы вести себя подобным образом. А отчим есть отчим. Многие девочки и родного-то отца за человека не считают. И мужчин вообще. А уж отчима. Как говорят американцы, No good deed goes unpunished. Никакое доброе дело не остается безнаказанным. Я сам вырос отчимом, и он не был плохим человеком. Но то, как мы жили, и опыт, который у меня остался от всего этого, я для себя решил, что я никогда этим заниматься не буду. Я не хочу ни на себя навлекать того, что навлек на себя мой отчим, ни навлекать на другого ребенка то, что он навлек на меня. Единственное исключение, наверное, это какие-то кровные родственники. Если вдруг, скажем, крестники мои останутся без попечения, то да, я рискну, не дай бог, конечно. Но связываться с чужими детьми на постоянной основе категорически нет. И остальным не советую. Какие бы у вас не были благие побуждения, вступая в такое дело, вы, скорее всего, не представляете себе, с чем придется иметь дело. Даже обычная, традиционная, нормальная семья, где родные папа, мама и дети, мало здоровых семей, для того, чтобы заниматься серьезно воспитанием неродных детей, нужно быть экстра прокачанным по всем психологическим направлениям. И по материальным тоже. 99% людей, им родных-то детей иметь не особо можно. А чужиха подавно. Не потому, что они плохие, а потому, что у них слишком много собственных внутренних неразрешенных проблем. А теперь ко всему этому добавился еще и огромный риск. Вообще, то, что мужчины не очень понимают, во что ввязываются, не сильно удивляет. А вот то, что матери не понимают, во что они ввязывают своих детей, когда рассуждают в стиле типа «Ну, этот папа не подошел, найдем другого». То есть у них распространено какое-то совершенно механистичное понятие о том, кто такой папа, в чем его роль состоит. Такой плагин. Вынул, выбросил, ставил другой. И ничего не поменяется. Удивительным образом, женщины в этом вопросе не понимают почти ничего. Лично мне в этом вопросе никого спрашивать не нужно. У меня своего опыта столько, что можно было бы и убавить. Вообще, у меня лично большие сомнения в адекватности женщин, которые свободно и спокойно рассуждают о том, как легко заменить папу ребенку. Своему собственному ребенку. Субтитры создавал DimaTorzok